Всем привет, с вами снова я, и сегодня я вам покажу мою коллекцию слаймов. Сразу предупреждаю, в этом видео лизунов нету, в этом видео только слаймы. Баджер слаймы, масло слаймы, флафи слаймы, ну, в общем, вы поняли. Поехали! Итак, первый слайм, он у меня покупной, все остальные они, я их делала сама, они домашние, так скажем. Вот такой вот слайм, он очень красивый, тут такая мордашка, вот мордашечка, она тут с блестками. Я очень люблю этот лизун, он реально очень крутой, он вот такой вот голубой, тут есть такие какие-то тоже голубенькие блесточки. Вот видите, такие голубенькие блесточки, он реально, это реальный покупной слайм слайм, он мне очень нравится. Он стеклянный, окошко. Я очень люблю им играть, но больше мне все-таки нравится играть с домашними. Тут есть блестки, вот такой вот. Очень клевый, он тоже хрустит. Ну, в общем, классный лизун, но все-таки мне больше нравятся домашние лизуны, чем покупные. Итак, следующий, Баттер Слайм. Вот такой вот бронзовый. Мы его с вами делали. Извините, я просто с ним недавно игралась, он еще не успел, растекся. Он обычно вот так вот растекается. Так, я же попробую его так надавить. Обычно, когда он растекается, он в такой форме очень хорошо тянется. Но, когда его собираешь, когда я его сделала, я думала, вау, реально, какой классный лизун, он так хорошо тянется. Но сейчас, видите, он рвется. Но мне очень нравится его рвать так, как на прорезе. Очень мне нравится наблюдать, потому что очень красивые такие штуки. Но у этого лизуна тоже есть свои плюсы. Он тоже классный, его очень прикольно мять. Итак, следующий лизун, я его делала первым. Это мой первый флаффи слайм, самый-самый первый. И не повторяйте моих ошибок, так как я хотела сделать сначала маленького лизуна, так как я его делала первым. И не знала, получится он у меня или нет. Так что я хотела сделать маленьким, чтобы много всего не тратить. И я... Получился у меня вот такой вот лизун. Так как я не знала, почему он у меня липнет к рукам. Он хорошо у меня тянулся, был супер. Но липл к рукам. И я в этот лизун, достаточно маленький лизун, аж 2-2 баллончика пены. Согласитесь, для такого лизуна 2 баллончика пены сильно много. И надо было добавить только воды и соды. Не повторяйте моих ошибок. Я тогда была еще не очень опытна в лизунах. Вот такой вот лизун. В флафе, так скажем. Вы, наверное, скажете. Господи, он белый. Неинтересно с такими играться. На самом деле, камера вам не придает цвета, но он жемчужный. Он очень клевый, жемчужный. Я его хотела сделать голубеньким. Нежно-голубеньким, как небо. Он реально очень классный. Я люблю особенно с ним играться вот так, когда он так удержишь, и он падает. Это просто кайф. Это очень мне нравится так с ним делать. Упс. Он иногда становится прозрачным. И послушайте эти звуки. Это просто кайф. Еще мне в этом лизуне очень нравятся вот эти звуки. Он такой становится обалденный. Еще мне нравится в этом лизуне, так как с всеми этими лизунами я игралась недавно, и они еще не успели показать свои свойства. Этот лизунь, если его оставить, ну, хотя бы на одну на ночь, вверху появляются пузырьки, и когда ты их лопаешь, это просто обалденно. Наверху появляются маленькие-маленькие пузырьки, и когда ты с ними играешься, это просто обалдеть. Следующего лизуна я делала вот таким вот, очень красивым, с новыми красками. Он очень клевый, он тоже очень хорошо тянется. Ну, а, конечно, мой первый, он на первом месте, потому что он у меня получился лучше всех. Этот лизунь тоже красивый, особенно эти звуки. Да, красивые звуки. Этот лизунь мне тоже очень нравится, особенно его цвет. Очень красивый. Суперский. Этот лизунь мне тоже очень нравится. Кому тоже нравятся эти звуки, ставьте лайк. Следующий лизунь я его сделала маленьким. Но вы думаете, с маленьким лизуном неинтересно играться, но для такого маленького лизуна я где-то выдудулила сюда пол, баночки с пеной. Согласитесь, для такого лизуна это достаточно много, и я ждала, пока эта пена осядет. Так как, когда вы так делаете, лизунь получается не самый тянущийся, но он очень пушистый. Вот, к примеру, как вот этот. И вот этот он более резиновый и не такой. А если этот и тот взять в руки, это просто кайф. Он более пушистый, тоже крутой. Правда, в нем нету таких пузырьков, как в этих двух. Он очень классный, очень клевый. Это просто суперский лизун. Я обожаю флаффи-слаймы. У меня их, конечно, не сильно много, но тоже очень классные. Ну, во всех лизунах есть плюсы и минусы. Вот такая вот сегодня подборка у нас получилась. Кстати, пожалуйста, напишите в комментариях, что мне снимать. Я вообще не знаю. Но на этом все. Всем пока-пока. Лизуна. Но когда его собираешь, когда я его сделала, я думала, вау, реально, какой классный лизун. Он вот так хорошо тянется. Но сейчас, видите, он рвется. Но мне очень нравится его рвать так, как на прорезе. Очень мне нравится наблюдать, потому что очень красивые такие штуки. Но у этого лизуна тоже есть свои плюсы. Он тоже классный. Его очень прикольно мять. Итак, следующий лизун я его делала первым. Это мой первый флаффи-слайм. Самый-самый первый. И не повторяйте моих ошибок. Так как я хотела сделать сначала маленького лизуна, так как я его делала первым. И не знала, получится он у меня или нет. Так что я хотела сделать маленьким, чтобы много всего не тратить. И я получился у меня вот такой вот лизун. Так как я не знала, почему он у меня ливнет к рукам. Всем привет, с вами снова я. И сегодня я вам покажу мою коллекцию слаймов. Сразу предупреждаю, в этом видео лизунов нет. В этом видео только слаймы. Батчер-слаймы, масло-слаймы, флаффи-слаймы. Ну, в общем, вы поняли. Поехали! Итак, первый слайм, он у меня покупной. Все остальные, они... Я их делала сама. Они домашние, так скажем. Вот такой вот слайм. Он очень красивый. Тут такая мордашка. Такая вот мордашечка. Она тут с блестками. Я очень люблю этот лизун. Он реально очень крутой. Он вот такой вот голубой. Тут есть такие какие-то тоже голубенькие блесточки. Вот видите, такие голубенькие блесточки. Он реально... Это реальный покупной флаффи-слайм. Он мне очень нравится. Он стеклянный. Он хорошо у меня тянулся. Был супер. Но липл к рукам. И я в этот лизун... Достаточно маленький лизун. Аж 2-2 баллончика пены. Согласитесь, для такого лизуна 2 баллончика пены сильно много. И надо было добавить только воды и соды. Не повторяйте моих ошибок. Я тогда была еще не очень опытна в лизунах. Вот такой вот лизун. В флаффе, так скажем. Вы, наверное, на Скайерске. Господи, он белый. Неинтересно с такими играться. На самом деле, камера вам не придает цвета, но он жемчужный. Он очень клевый, жемчужный. Я его хотела сделать голубеньким. Нежно-голубеньким, как небо. Он реально очень классный. Я люблю особенно с ним играться вот так, когда он так вот держишь, и он падает. Это просто кайф. Это очень мне нравится так с ним делать. Упс. Он иногда становится прозрачным. И послушайте эти звуки. Это просто кайф. Еще мне в этом лизуне очень нравятся вот эти звуки. Он такой становится обалденный. Еще мне нравится в этом лизуне, так как с всеми этими лизунами я игралась недавно. И они еще не успели показать свои свойства. Этот лизунь, если его оставить, ну, хотя бы на одну на ночь, вверху появляются пузырьки, когда ты их лопаешь. Это просто обалденно. Наверху появляются маленькие-маленькие пузырьки. И когда ты с ними играешься, это просто обалдеть. Следующего лизуна я делала вот таким вот, очень красивым, с новыми красками. Он очень клевый. Он тоже очень... Кошка. Я очень люблю им играть, но больше мне все-таки нравится играть с домашними. Тут есть блестки. Вот такой вот. Очень клевый. Он тоже хрустит. Ну, в общем, классный лизун. Но все-таки мне больше нравятся домашние лизуны, чем покупные. Итак, следующий. Баттер слайм. Вот такой вот бронзовый. Мы его с вами делали. Извините, я просто с ним недавно игралась, он еще не успел, растекся. Он обычно вот так вот растекается. Так. Я же попробую его так надавить. Обычно, когда он растекается, он в такой форме очень хорошо тянется.